Она была стилисткой. Я ее называю сутенерской, но это, в общем, 100% мой стиль. И собрали вот такой уже экстравагантный образ, моя любимая кофта с капюшоном. И бывшего уже, как бы, да, не страшно на улице встретить. Такие бац! Попрошу обратить внимание на мои потрясающие тапки. Меня точно не возьмут во вкладку блогеры-стилисты, но неважно. И можете мне не писать, что я в лифчике. Да, я в лифчике. И это такой стиль. Ну что, дорогие друзья, всем большой привет! На связи с вами Даша Ритмо. И это видео на моем канале уже такого нового уровня. Я решила прям снять в студию. Мы собрали очень классные луки. И сегодня я вам покажу, что классного можно носить, интересного. Этой зимой большая часть одежды у меня куплена в российских брендах. Я вам сегодня покажу свои находки, новинки, то, что я покупала. И я знаю, что все от меня ждали видео про базовый гардероб, про то, как я сочетаю вещи. Но вы знаете, база — это не моя история. Я люблю яркие, необычные образы. И даже из обычных базовых вещей при помощи нескольких ярких акцентов я вам покажу, как вы сможете собрать реально интересные луки. И я надеюсь, что в этом видео вы найдете для себя какое-то вдохновение, как я нашла его за год жизни в Италии. Сегодня покажу большую часть своего зимнего гардероба. Вещей, как вы видите, не очень много. И это сложно назвать капсульным гардеробом, потому что они все супер разные. Но вы сейчас посмотрите, как из этого у нас сложится очень красивая картинка, необычные всякие сочетания. Так что давайте вместе с вами экспериментировать. Опять же, я не прописывала ТЗ к этому видео заранее. Я люблю снимать это в таком лайф-формате для вас, чтобы мы, знаете, были с вами на одной волне, потому что мне не нравятся идеально такие размеренные, вымеренные видео. Вот. Поэтому давайте с вами приступим. Покажу, что я взяла. Несколько элементов из верхней одежды и несколько свитеров, несколько поробуй. Пойдемте смотреть. И можете мне не писать, что я в лифчике. Да, я в лифчике. И это такой стиль. Называется бельевой. Так вот, мы с вами сегодня будем использовать базовые вещи, которые наносятся у нас на... Она была стилисткой. У нас с вами будет яркая верхняя одежда, яркая обувь, яркие аксессуары. Но вещи, которые вы надеваете на себя, типа лосины, джинстики и так далее, я подобрала максимально базовые. У нас все два лонгслива, белые и бежевые. Это российские бренды. Все вам укажу в описании под видео. Далее я также взяла черное боди. Мы с вами будем его стилизовать. Это вот реально моя база, база, которой я пользуюсь. Здесь такая черная кофта с необычным вырезом. Несколько пар джинс. Розовые джинсы от Насти Миронова, ее бренда. Классические такие объемные сейчас стилевые джинсы, синие. Черные классические брюки. И шелковая юбка. Взяла два свитера. Один у нас вот такой вот базовый. Второй будет акцентный в полосочку. Далее для многослойности мы решили поиспользовать еще кожаный пиджак. Это тоже классика, которая в моем гардеробе находится уже несколько лет. Три вида пальто. Я не люблю зимой носить пуховики. Мне они, правда, не очень нравятся. Только на какие-то там, я не знаю, выбежать быстренько на тренировку. Я люблю носить пальто. И чтобы не замерзнуть, надо выбирать просто хорошую верхнюю одежду. Я обожаю шубу, обожаю пальто. Вот это вот максимум цвета. У нас будет красное потрясающее пальто. Черное винтажное пальто. И розовое пальто от бренда Zenwear. Это наш российский бренд тоже. И изюминка, мне кажется, в сегодняшнем обзоре будет вот такая потрясающая шуба из эко-меха. Ее, кстати, можно стирать в стиральной машинке. Это бренд Only Me. Они очень крутые. У меня от них уже три шубы. Я решила заказать себе прям такую, знаете, я ее называю сутенерскую. Но это прям 100% мой стиль. И вот так на вешалке, возможно, кому-то покажется, что, блин, ее сложно стилизовать. Я вам сегодня покажу, как это сделать круто. Она очень теплая. Я пока в ней шла до студии. Я просто боялась ее помять. Она очень реально теплая, очень классная. И я прям давно такую хотела, такую яркую. Думала леопард, но все-таки решила остановиться на гепарде. По-моему, это либо гепард, либо рысь. Я не помню, как она называется. Короче, класс. Что у нас с вами есть из обуви? Попрошу обратить внимание на мои потрясающие тапки. Из обуви база широкие сапоги. Прям такие, знаете, прямые. Не берите узкие сапоги, это выглядит дешево. Возьмите из кожи, которые прям прямые, широкой линией щиколотки. Да, казаки зимой я тоже ношу. Я покупаю из натуральной замши. Это от Bossy Lady. В них можно положить шерстяную стелечку. У меня есть на зиму вот специальные эти казаки. Я их беру на размер побольше. Внутрь шерстяную стельку, теплый носочек. Идеально на зиму. Если вы не ходите по лужам, я просто на машине. Или если куда-то с подружками сходить. Мне кажется, что вот на сухую зиму это идеальный вариант. Будет необычная пара обуви от Bossy Lady. Это как бы туфельки, но ботиночки. Идеально на зиму, если вы хотите вызывать восхищение. Типа, блин, а на что в туфлях ходит зима же? Но у них за счет того, что плотная подошва. И также можно подложить стелечку. Будет тепло. Две пары ботильонов из иконики. Мои любимые леопардовые и лаковые. Классика черные. И также у нас есть вот такие вот потрясающие черевички. Уги, да? Черевички под крадули. Так, с коллекцией под крадули мы закончили. Мы еще взяли несколько аксессуаров и сумок. Но я думаю, что вы уже все вместе это посмотрите. Давайте я вам покажу, что вообще я советую сейчас купить. Многие говорят, что зимой не нужно носить солнечные очки. Но моя помощница, и в том числе мой стилист, говорит мне, что очки носить нужно. Особенно солнечные, особенно зимой. Потому что это создает такие необычные сочетания. Я заказала несколько пар очков. Здесь брендовые только вот эти от Versace. Все остальное мы заказывали на Шейне, Алиэкспрессе. Это я где-то в Москве покупала в Шоуруме. И винтажные. Роберто Ковалю у меня есть очки. Украшения. Мой любимый жемчуг. Обожаю его. И всякие цацки. У меня это серебро и золото. Больше украшений у меня в целом нет. Сумки вы сегодня увидите как брендовые, так и не брендовые. Например, вот эта потрясающая малышка. Кажется, что ее сложно сочетать, но она очень классная. Вы сегодня это посмотрите. Ну что, пойдемте собирать наши образы. Ножки длинные, как у Кейли Дженнер. Первый образ я начинаю с базового лонгслива, но вы увидите, что этот образ абсолютно не будет базовым, как минимум из-за того, что я надеваю потрясающие широкие розовые джинсы. Казалось бы, они летние, но в зимних аутфитах они тоже могут классно смотреть. На ножки я решила в цвет лонгслива добавить леопардовые ботильоны. Леопард это, кстати, тренд сейчас сезона. Я их покупала в иконике. И мне очень нравится, когда все сочетается, потому что, видите, бежевый мэчится с ботильонами. Сейчас увидите. И сверху мы надеваем с вами мое любимое розовое пальто. Ну и, конечно же, к этому аутфиту мы добавляем акцентную яркую розовую сумочку от Шанель. Это, кстати, была моя первая сумка Шанель. Вот такая вот сладкая малышка. Давайте я вам покажу детальки покрупнее. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой лук вам понравится больше всего и как вам моя новая стрижка. Вы же заметили, что я подстригла кончики. Та самая девушка, которая подстригла концы. Смотрите, что у нас здесь происходит. Если вам станет холодно, вниз всегда можно поднадеть белый какой-то оверсайзный свитер, либо кардиган. Разбавить чем-то светлым. Наверх нам можно надеть белую шапку-ушанку. Это может быть какая-то интересная кепи. И мне безумно нравится, как стилизуется розовый цвет как раз-таки с леопардом. И за счет того, что у нас очень много ярких акцентов, да, казалось бы, образ выглядит достаточно сдержанно. Потому что у нас только один цвет, по сути, яркий акцентный розовый и одна акцентная фактура. Это у нас потрясающий леопард. Так можно и на свидание пойти. Так вот. Чтобы не терять потрясающую идею образа, если вы захотите сделать ее более простой, базовый стриптиза, в этом видео не будет. Не надейтесь. Мы можем сюда с вами надеть просто голубые джинсы и уги. И тогда у нас получится обычный, обычный образ. Такой вот простенький. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну вот вариант, как можно это же пальто и этот же лунгслив стилизовать в более таком простом, расслабленном ежедневном варианте. Да, мы надеваем широкие прям голубые джинсы. Я вниз надеваю уги в цвет лунгслива, да, чтобы они мэчились. Также оставляю сумочку и добавляю себе яркие акцентные очки. Посмотрите, как красиво выходит. Напишите, кстати, как вам больше понравится. Розовый яркий или розовый более спокойный, такой более расслабленный. Мне очень нравится, правда. Я, кстати, обожаю эти джинсы. Я обожаю джинсы на слегка заниженной посадке. Я прям не ношу супер низкие, потому что у меня есть небольшой животик, но мне он даже нравится. Такая вот у вас интересная леди. Так, теперь мы с вами будем примерять этот же образ. То есть я базу оставляю ту же самую, но уже с шубой и с жемчужными бусами. Это моя любовь в этом сезоне. Я вам 100% говорю. Если у вас до сих пор нет ни одного украшения жемчуга, я вам советую обзавестись. Тем более сейчас очень много винтажных магазинов. На Wildberries можно найти, я уверена. Жемчужные бусы. Я их ношу в таком хаотичном формате. Одни длинные, другие покороче. И к этому образу мы с вами добавляем свободную белую сумку. У меня это от Chanel. Такой мешочек. Мне она безумно нравится. Посмотрите, какой офигенный стилевый образ у нас вышел. Так, у нас эта шуба российский бренд Only Me. Потрясающий эко-мех. Безумно теплая, уютная. Это моя третья шуба от них. И это российский бренд. Они сами отшивают. У них очень качественные шубы. Посмотрите, как она стилево сидит. Это же вообще, ну, восторг и красота. Ну, просто. Глаз не оторвать. Давайте я вам поближе тоже покажу. Так, давайте теперь соберем такой более светлый образ тоже с этой шубой. Хочу сюда застилизовать спортивные лосины. То есть, прям база-база будет. И сверху мы накинем эту шубу. Я добавила в этот образ белые спортивные лосины. Те же самые угги у меня остались. Потрясающая моя любимая шуба. И оверсайзный свитер. Так как у нас ножки сразу такие худенькие, узенькие, сверху надо это как-то немножко компенсировать. Сумка та же самая белая. Либо сюда можно вообще взять какую-то акцентную яркую сумку. Тоже такую объемную, которую вы так в ручку возьмете. Раз. И пошагали за кофе. И бывшего уже как бы, да, не страшно на улице встретить. Такие бац. И вы ему говорите, это потрясающая шуба из эко-меха. Only me. Российский бренд. Обожаю их просто. Ну, реально крутая. Я в ней чувствую себя. Она вот просто королевой. Царица. Как из песни Асти. Настя. Как ее зовут? А ее зовут Анна Асти. Извините. Аня. Я ваша поклонница. Так что, если вы смотрите это видео, я люблю ваши треки. Просто забыла имя. И собрали вот такой уже экстравагантный образ. Моя любимая кофта с капюшоном. Потрясающие черные брюки. И еще мы сюда можем добавить очки, чтобы был прям такой, ну вот прям тотал лук, знаете. Опасной женщины. На ножках у меня сейчас находятся лаковые ботильоны. Беру с собой черную сумочку. Но в данном образе мне больше нравится ее носить вот именно в руке. Чтобы она была больше такая, как клатч, которую я ношу не на цепочке, а вот именно в ручке. Вот так вот. Получается такой гранж образ. И давайте я вам еще поближе покажу украшения свои. Поверх, когда я сниму, будет видно, что у меня такой прям восточного немножко плана браслет. И кольцо. Прям такое массивное. Мне его делали по моему отпечатку пальца девчонка из Турции. Если что, ссылку на эту потрясающую шубу и на весь ассортимент магазинов Lumi я вам оставляю в описании. И также оставляю свой уникальный промокод RITMO на скидку 10%. На здоровье грейтесь этой потрясающей зимой. Следующий образ я решила собрать с черным оверсайдным пальто. Оно в мужском стиле, поэтому если вы себе будете убирать пальто на зиму, на осень, берите мужское, прям такое побольше, чтобы вы под него могли побольше всего надеть. Здесь у меня идет акцентный свитер вместе с вот такой милой сумочкой, который идеально сочетается еще в таких, знаете, немножко осенних оттенках. Также добавляю вниз шелковую юбку и под низ надеваю грубые высокие сапоги, которые как раз-таки добавляют гранжи и немножко создают баланс вот этим вот огромным мужским плечам. Мне безумно нравится этот образ. И последний образ на сегодня. Потрясающее красное пальто с Total Black. Но здесь мы играем немножко за счет фактур. Я надеваю под низ кожаный пиджак, воротничок которого как раз-таки будет торчать. Компенсируется это все потрясающе черной кожаной сумкой. Та же самая юбка в бельевом стиле. И у меня вот такие интересные черевички, туфельки, ботиночки, которые выглядят как будто это туфли, но на самом деле это ботинки. Вот такая вот потрясающая обманка на зиму. Ну и как вы понимаете, всю ту же базу, которую я вам сегодня показала, вы можете использовать и носить. Например, джинсы с красным пальто и надеть сюда любой свитер, те же самые уги или базовые казачки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, какой образ вам понравился больше всего. И мы с вами увидимся совсем скоро. Я вас целую, крепко обнимаю. С любовью, ваша Даша Ритмо.